Ассаламу алейкум. В этом видеоролике я расскажу о том, кто является предателем чеченского народа и почему я так считаю. Итак, факт номер один. После окончания Первой Чеченской войны и чкеницы пообещали народу, что будут строить мирную республику. Но вместо этого начали междоусобные разборки, борьбу за власть, кражи людей и торговлю наркотиками. Это обман и предательство народа. Факт номер два. 12 мая 1997 года ичкенийская власть заявила в Кремле, что в течение пяти лет они проведут референдум, где спросят у народа, хотят они, чтобы республика была в составе федерации или нет. Но народу ичкенийцы про этот договор не сказали ничего и референдум не провели. Это еще один факт предательства. Факт номер три. Будучи муфтием, Ахмад Хаджи Кадыров, Далгазот, Хобол Донсон, объявил, что вторжение террористов в Дагестан не является джихадом. Ичкенийская власть по шариату обязана была послушать Ахмада Хаджи, который был выбран учеными, алимами и старейшинами со всей республики. Все, кто его не послушался и затем выступил против него и его сторонников, по шариату являются предателями религии, ислам и народа. Факт номер четыре. После того, как чеченский народ избрал Ахмада Хаджи президентом, и даже до этого он добился амнистии для боевиков, таким образом были спасены тысячи жизней. Большая часть ичкирийцев перешла на сторону народа и поддержала тогда Ахмада Хаджи. Все, кто из ичкирийцев не поддержал избранного народом лидера, являются предателями, так как Ахмад Хаджи принимал основанные на религии решения, направленные на спасение народа. Это неоспоримый факт. Факт номер пять. Избранный народом глава Чеченской республики Рамзан Кадыров неоднократно предлагал обманутым радикалами молодым людям, на которых не было крови, сложить оружие. Это делалось для того, чтобы в народе наступило согласие, чтобы люди могли спокойно жить, учиться и работать. Но часть этих молодых людей, которых провоцировали уехавшие за границу евро-ичкирийцы, не сложили оружие. Они устраивали таракты и, разумеется, были уничтожены. Те, кто их провоцировал и провоцирует до сих пор, являются предателями народа, которые желают народу только плохого. Факт номер шесть. Сегодня в Чеченской республике наказывают виновных и не наказывают невиновных. Если ты занимаешься провокациями, тебя накажут, так как твои действия несут угрозу чеченскому народу. Евро-ичкирийцы провоцируют молодежь. Единицы из-за этой молодежи, которые поддаются на обман, привлекаются к ответственности. И затем евро-ичкирийцы начинают кричать о том, что наказали невиновных. То есть они пытаются обвинить чеченскую власть в том, в чем виноваты сами евро-ичкирийцы. Это обман, преступление и предательство. Факт номер семь. Чеченские бойцы на Украине и Донбассе выступают против открытых сатанистов, распространяющих нечестие по всей земле. Они выступают против силы, которая присоединится к даджалю. Поэтому наши братья находятся на джихаде, а все, кто выступает против них, в том числе и чеченоговорящие манкурты из батальонов болтунов, выступают на стороне зла и являются предателями религии и своего народа. Факт номер восемь. Евро-ичкирийцы пытаются обмануть молодежь, говоря, что все благое, что делается в республике, делается для того, чтобы обмануть людей. Получается, для обмана людей восстановлена вся республика, созданы рабочие места, построены школы, больницы, детские сады, мечети, школы хафизов и так далее. Все это можно перечислять очень долго. Рамзан Кадыров призывает людей молиться, соблюдать пост, давать закат, совершать хадж. Он ежедневно призывает к единобожию. У нас с каждым днем все меньше людей употребляют алкоголь, таких практически не осталось. Все меньше людей курят, все больше людей совершают намаз, все больше женщин одевают фарз. В наших школах введены даже должности замдиректоров, которые занимаются распространением и обучением религии ислам. Даже в детских садах обучают религии. В каждом госучреждении комнаты для молитвы. Каждое средство массовой информации Чеченской республики уделяет огромное внимание распространению и укреплению религий, обычаев и традиций. Здесь, в республике, восстанавливаются наши вековые башни, переименовываются населенные пункты и районы в честь национальных героев. Делается все, чтобы наши традиции и культура не исчезли. Отдельно хотел бы отметить, что практически каждая семья, у которой сгорел дом по любой причине, получает новый дом со всеми удобствами. Больше на этой планете нет ни одного такого места, где так помогали бы людям и где чеченцы могут так соблюдать свою религию, обычаи и традиции. И любой чеченец, который выступает против этого, перестает быть чеченцем и становится предателем. Факт номер 9. Чеченская республика – это самое прекрасное место в мире, где можно и нужно жить, оставаясь нормальным, здравомыслящим, религиозным и воспитанным человеком. Поэтому евроичкирийцы, утверждающие обратное, являются предателями и навсегда останутся предателями в истории чеченского народа. И напоследок, доказанный факт номер 10 заключается в том, что путь Ахмата Хаджи Кадырова, основанный на Коране и Сунне и принесший на чеченскую землю мир и благополучие, действительно является силой. Хвала Аллаху! Господу миров!